Но не только о скандале говорят сегодня в Ельцин-центре, есть и другой, более радостный повод – день рождения Конституции. 23-ю годовщину главного правового документа страны решили отметить в спектакле. А вот увидеть машинку, на которой и писалась Конституция, можно в другом Екатеринбургском музее. К артефактам ушедшей эпохи прикоснулся Игорь Бонгин. Вот перед нами сейчас уникальный экспонат. Это принадлежащая семье Сергея Сергеевича Алексеева, пишущая машинка. Именно из-под этих клавиш вышел текст Российской Конституции. Поистине исторический раритет сейчас хранится в Екатеринбурге, в музее соавтора главного документа страны, нашего земляка Сергея Алексеева. В начале 90-х группе юристов меньше чем за год удалось создать свод прав и свобод граждан, по которому страна живет вот уже 23 года. Участие в создании Конституции было одним из самых важных дел в его жизни. В Конституции прозвучало главное, по мнению Алексеева, это верховенство права. А также права человека. В 137 статьях главного российского закона прописаны самые основы государственного строя. По словам историков, два десятилетия назад, в тот переломный для страны момент, именно Конституция помогла сохранить ее единство и навести порядок внутри общества. Его развитие пошло словно по сценарию. За 75 лет большевистского режима было несколько документов, напоминающих Конституцию. Но так было, они не имели общего с основным законом, по которому живет государство и его жизнь. Такого еще не было. Конституции пермские актеры посвятили целый спектакль. История документа в нем рассказана через судьбы конкретных людей. Так что скупая хроника превратилась в социальную драму. Для меня это не менее романтичный документ, чем Евгений Олегин. Потому мы собирали всякие истории и факты, каким образом это родилось. Из каких бед родилось столько надежды, света и борьбы за личность, за счастье. Кто точно сегодня не увидит необычную постановку, так это чиновники. Именины Конституции у них по традиции это день открытых дверей. Работники администрации с утра до позднего вечера принимают граждан. Вот сити-менеджеру Екатеринбурга на неприятный соседство жалуются жители Шартарской. Говорят, работники банка отравляют им жизнь, паркуя машины под окнами. Автомобили, особенно в холодный период, они просто их не глушат. То есть двигатели, соответственно, вблизи дома, практически под окнами, то есть там в трех метрах от дома, и люди просто задыхаются, там просто невозможно жить. Куда перенести парковку для инкассаторских машин решат на заседании рабочей группы. Чиновники намерены найти компромисс, посадив за стол переговоров обе стороны. И это лишь одна из сотен жалоб, которые сегодня выслушают чиновники. День приема граждан продлится до последнего клиента. В приеме принимают участие не только руководители города, но и профильные руководители районных администраций, потому что зачастую вопросы связаны именно с районным уровнем, когда какие-то локальные темы интересуют. Вот сегодня у главы администрации обсуждались вопросы выноса нестационарных объектов торговли, киосков, которые размещаются незаконно. Какие-то локальные ситуации по межеванию земельных участков. Больше всего горожан волнует чистота города, газификация отдаленных районов и нелегальная торговля. В решении озвученных проблем власти пообещали помочь в ближайшее время, как того и требует Конституция. Игорь Бонгин, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.